Всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал. Если вам нравятся простые доступные рецепты, то не забывайте поддерживать меня, ставить лайк, подписываться, обязательно пишите мне комментарии, делитесь моим видео со своими друзьями, ну а я буду делиться с вами своими любимыми проверенными рецептами. Ну а теперь давайте будем начинать. Сегодня буду делать овсяный крамбл со сливами, можно приготовить с любыми рецептами либо ягодами, но сейчас сезон сливы, обожаю сливу, поэтому буду готовить с ней. Я отмерила сразу сливу форму, в которой буду затем выпекать и здесь у меня ее 600 грамм, также еще немножко у меня было ежевики, добавила сверху просто для разнообразия вкуса. Можно естественно миксовать фрукты и ягоды, будет всегда получаться новый вкус. С ингредиентами все просто, легко запомнить, так как всего необходимо по 100 граммов, не считая ароматов. Мы будем использовать 100 граммов сливочного масла, у меня сразу вот такая 100 граммовая заводская упаковка, это удобно для таких рецептов. Дальше 100 граммов сахара, 100 граммов овсяных хлопьев и 100 граммов муки. Муку буду использовать высшего сорта пшеничную, овсяные хлопья те, которые не требуют длительного разваривания. Также добавлю немного корицы и буду использовать еще экстракт ванили, ну естественно это по вашему желанию и по вашим предпочтениям. Все, теперь приступаем к тесту, но так как пирог требует минимальной подготовки, я сразу поставила разогревать духовку на температуру 180 градусов. Теперь беру емкость, в которой буду смешивать и высыпаю сюда муку. Муку всегда предварительно просеиваю, знаю, что некоторые этого не делают, но я бы все-таки рекомендовала, потому что иногда попадаются различные сюрпризы, ну и также мука дополнительно обогащается кислородом. Теперь сюда добавляю сливочное масло. Сливочное масло лучше взять из холодильника, нету необходимости для этого рецепта его предварительно доставать. Я добавляю его к муке и буду рубить с ножом. Руками это делать не рекомендую, так как масло начнет быстро подтаивать и у нас крошка может не получиться. Просто беру и режу на произвольные кусочки. Нам необходимо, чтобы измельчилось масло и стало понемногу смешиваться с мукой. Но повторюсь, что у нас не должно получиться однородной текстуры. Когда с большего масла мы уже измельчили, то я добавляю сюда сахар и остальные ингредиенты. Экстракт добавляю по вкусу, ну а вы ориентируйтесь на свой вкус. Не любите ванилин, значит просто пропускаете этот шаг. Теперь продолжаем делать крошку, но не делаем так, чтобы тесто стало однородным. И опять-таки для этих целей лучше использовать нож. Для того, чтобы от тепла рук у нас масло не стало сильно быстро размягчаться. И теперь эту крошку высыпаем прям поверх слив, либо же других ягод, фруктов, которые вы используете. Разравниваем, но при этом не перемешиваем. То есть я просто разровняла крошку сверху. Если видите, что остались где-то большие кусочки масла, можете прям здесь вот порубить их ножом. Так как мне нравится сочетание сливы и корицы, я еще немного присыплю вот здесь вот прям поверху корицы. Но если вы не любите аромат корицы, то естественно не добавляйте. И теперь отправляю прямо вот так в разогретую предварительно духовку до температуры 180 градусов. И буду выпекать приблизительно 35-40 минут. Ориентироваться необходимо на верхнюю золотистую корочку. Вот такой крамбл в итоге у меня получился. Несмотря на то, что готовится он очень просто из самых элементарных продуктов, получается на самом деле вкусно. Он вкусен как в холодном виде, так и в теплом. В теплом виде можно добавлять к нему пломбир. Это будет еще вкуснее. Попробуйте приготовить, это на самом деле очень вкусно. Если вам мое видео понравилось, то конечно не забудьте меня поддержать. Ставьте лайк, подписывайтесь, если вы любите простые рецепты. Пишите мне комментарии, делитесь моим видео со своими друзьями. Пускай нас станет больше. Ну а мы увидимся с вами совсем скоро. Всем пока-пока!